камера мотор в общем был сон который упал в некое место которое можно условно назвать аналогию не подберу типа вокзала какого-то да то есть такая перевалочная база параллельных миров в которую вот приходишь и там местные жители вот это вот место они выглядели как обычные люди то есть такие тела вот люди как люди люди как люди пришельцы типа меня они были такими как полупрозрачными выглядели вот я ходил по городу вижу так вот полупрозрачные это вот это гости или ухожу от дыма обычные тела это вот местные жители вот этого места вот и я там помнится ходил там что-то куда-то летал и там интересно чуть-чуть отталкиваешься и летишь как воздушный шарик вот так вот какое-то вот не какой-то перевалочная база там промежуточные все и дальше ну дальше потом сон кончилось может я хотел еще куда-нибудь сходить это было вот именно типа какого-то вокзала такого базар вокзал помнится зашел там некий магазин и двух продавщиц изумляет смотрит я на самом деле тут вот гость пришелец вот сможет я отталкиваюсь это пьет на твоем фоне кушает я берет так за руку ой кель самом деле смотри как воздушный шарик вот так вот я говорю типа так я говорю я вот тут вам вообще тут гости вообще вообще в другой стране приходишь типа типа ай эм неместный ай эм не отсюда ай эй осторожно не упали там камень типа ай эй飢ки очень плохо типа ай эй эй ой эй 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 спик на вашем языке ай знаю только два трэсова два два слова все вот вот примерно так вот да я своем на заднем плане горта кушал интересно ай эй 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 фром был, слушай, классный, обалденный, интересный сон. Тихо, спокойно. Вот, перемещение началось из здания такого, похожего на колодец. Там такая винтовая лестница. Я помню, по ней шел то ли вверх, то ли вниз. И когда все же вышел наружу, вот я попал в эту перевалочную вот эту какую-то. А как это то ли вверх, то ли вниз? Это как это? Я не помню куда. Я помню, что я много ходил по этой винтовой штуке. Там какие-то люди встречались. Потом, а, там единственное, что там какая-то полуголая женщина или бабушка. О, винты ротики, наконец-то, начался. Я ее не стал разглядывать, а, ну, я думала... А с этого момента, ну, я, типа, не за этим вообще сюда пришел. Вообще не за этим. Типа очень странная такая, ниже в стене. Смотрю, вот так вот ниже, такой проем. Смотрю, торчат такие голые ноги. Голые ноги торчат. Она как дверка лифта, так, чшшшш. То есть какие-то не наши технологии неземные. То есть не видно ни стыков, ни щели просто берешь, и стена так, рррр, кусок стены вверх ходит. Ну, это не похоже на наши технологии, вапи, То есть берешь, а так, не пластилин, а какой-то другой материал. Здесь таких материалов нет. Поднимаешь, и там стоит такая, ну, каждая обнаженная пожилая женщина и смеется. А я так, ой, извините, я как-то случайно... Дальше я вот пошел по этой лейтенце вниз и вышел на улицу. И вижу, опа, какой-то вообще другой город какой-то. И вот там были эти полупрозрачные фигуры. Я там ходил, я там шлялся. А в другой раз, похоже, был сон, где тоже попал в какую-то перевалочную базу. И я там, ну, как материализовался в таком маленьком домике, типа частного, да, и понял, что так, вот это вот параллельный мир. И я что-то высунулся из окна и кричал, люди, скажите, где я, что это за страна? И мне там кто-то отвечает, чувак, ты в Китае. Вот такая штука. А там еще была какая-то машина с людьми. Я хотел у них пора спросить. Поговорили, типа, люди, где я, кто я? Но они почему-то со мной разговаривали. Слушай, ну дым за мной ходит. Подняли стекла и тут же уехали. Вот такие, то есть, а тех, я скажу, люди, скажите, где, что это за страна? Ну, чувак, ты в Китае. Вот так. И по-русски сказали. По-русски сказали. Да, но там какая-то трансляция работает, я так полагаю, это, типа, автоматически. Реально дым за мной, это фантастика. Он, нет, он идет внизу в бок. То есть, говоришь, на своем языке тебя люди понимают. Вот такие вот сны с заглядыванием. Ладно, у меня рука бойца колоть устала.